привет друзья всем привет и с вами Ирина и друзья как ваши дела у нас все отлично мы хорошо отдохнули мы выспали хорошо и сегодня мы энергичны и у нас сегодня новый день новые приключения хотим прогуляться по этому горному городу Шимли может быть поедем еще куда-то посмотрим что здесь есть вокруг будем еще раз любоваться этой прекрасной природы потому что здесь свежий воздух ароматы такие представьте что здесь растут кедры и кедровый аромат витает в воздухе им так приятно дышать это что-то конечно жаль что такого воздуха нет допустим у нас в деле в гургаоне и в других частях индии но ничего поэтому мы приезжаем в такие места хотя бы иногда чтобы просто насладиться прекрасной природой да друзья и сегодня мы поедем в хорошее место натуральное место природное место и конечно мы вам буду покажем также наливайте себе чай кофе берите какие-нибудь вкусняшки потому что мы сегодня тоже будем что-нибудь пробовать и чтобы мы с вами были на одной волне и будем есть вместе за компанией не правда ну что пойдем не будем терять время чтобы у нас день не ушел в пустую нужно скорее скорее погулять посмотреть все везде ну и конечно показать и вам как я вам уже и говорил этот городок расположен в подножье в гор гималаев поэтому здесь абсолютно везде холмы горы ну конечно прекрасная природа и что сказать у людей здесь я думаю что достаточно крепкое здоровье потому что они постоянно ходят вверх и вниз вверх и вниз только пешком общественный транспорт есть но я думаю что он не очень здесь развит ну ладно сейчас мы вызвали такси потому что местные таксисты знают полностью этот регион и они отвезут нас в интересные красивые места сами мы можем тоже поехать на машине но не рискуем потому что если ехать выше в горы то дороги не очень хорошие поэтому лучше поехать уже за со знающими как говорится людьми ну что готов поехали кстати снова в наших ярких куртках у амира такая а у меня такая сейчас мы приехали на наше первое место назначения конечно же не устану повторять здесь величественные горы и такие прекрасные зеленые деревья и кого мы здесь видим лошадок дело в том что для того чтобы дойти до первого места как он называется view point либо же до смотровой площадки мы не можем поехать туда на машине потому что это будет в лесу нам нужно будет пробираться сквозь деревья но мы можем туда добраться либо же пешком либо же на лошадях поэтому мы решили с амиром и это тоже попробовать поехать на лошадках вверх ну что друзья сейчас мы поедем на лошади и он сказал это хорошая вырода и давай посмотрим а сколько мы должны за это заплатить мы заплатить тысяч рублей за два человека за двух человек ну ладно первый раз на лошади поедешь так когда я был маленький я сделал сейчас через много лет ну ладно сейчас это будет такой новый опыт для тебя и для меня тоже я не моя сама меня помогут помогут тебе да ну замечательно ой все а ноги надо внутрь ставить или нет молодец красавчик а кто будет камеру держать или я ну вот мы на лошади первая небольшая площадка на лошадях остановились нам рассказал наш гид что сюда приезжали снимать одни из самых известных болливудских фильмов как фильмы называются не помнишь это старые фильмы да вот ну так что мы поедем дальше как ты чувствуешь себя на лошади хорошо первое это трудно потому что не habitual непривычно да и сейчас хорошо сейчас хорошо да какая лошадка мою лошадку зовут рана а твою рубль рубль just like russian currency как наша монета рубль ну вот видишь вот сейчас пойдем дальше посмотрим да необычный опыт ну чё привет дружок какой хороший сейчас когда вниз спустимся на лошади то мы купим для них еду но не купим а возьмем откуда-нибудь потому что хочу покормить такие хорошенькие лошадки такие друзьяшки да вот он немножко боится наверное меня ты боишься меня не бойся найс сейчас мы дальше едем это хорошее место как в джунгле до лесу лесу и джунгли для меня осень да это лето хорошо место меня очень нравится это новый опыт конечно это страшно впервые потому что это место очень высокий и сейчас нормально и люди тоже сейчас идет он тоже наши водитель тоже сказал если нам надо уйдет пешком мы думали давай со хорса это хорошо будет мы думали на лошади это хороший дяд да вид конечно красивая это трудно и это очень страшно о боже мой о боже мой боже мой о боже мой я снимаю да какие здесь виды красота неописуемая посмотрите друзья а самое главное здесь такая тишина вообще никого ничего так тихо и спокойно о облака так низко смотри а здесь между горами в лощине находится место которое называется golf course то есть это поле для игры в гольф оно было основано опять-таки британцами в 1800 году представляете конечно если мы не играем в гольф просто так мы сюда зайти не можем но какие умные индийцы они основали здесь небольшой монастырь небольшой храм индуистский и если вы хотите прийти в этот храм то вход разрешен но не на всю территорию только на определенную поэтому мы тоже можем зайти сюда чтобы посмотреть хотя бы насладиться пейзажами и красотой природы здесь такой небольшой храмик можно внести пожертвования друзья здесь какая красивая природа и конечно это жало так там нельзя ходить потому что это только человек если есть а если если есть карточка участника гольф-клуба то только тогда можно ну конечно вид очень нереально очень красивая конечно мы снимаем для камера это не чувствует как мы чувствуем сейчас видео не передает давидами придает очень красивая друзья как здесь спокойно и красиво такая безмятежность теперь я понимаю почему некоторые люди уезжают на год или на несколько месяцев туда где нет вообще никого никаких людей никаких забот красота и сейчас ирина купили печеньки для лошади и она сказала может быть лошади едят сахар давай посмотрим на на да попробуй нет он не хочет а ты хочешь видишь твой хочет есть а мой не хочет попробуй вкусно вайхи да это такой есть постоянные все печеньки еще будешь ой а твоему понравились печенье смотри смотри не хочет еще ну что друзья мы приели обратно эта эскурсия очень отлично нет слов сейчас потому что вид очень красиво и это очень страшно во первые когда первый раз только сел на лошадь было страшно и вместо очень тоненький где лошади идут очень страшно друзья это не то что там тоненькое что-то а там очень узкие тропинки они проделаны именно лошадьми они ходят каждый день по несколько раз в день возят туристов на красивые виды на природу на холмы поэтому и протоптана как говорится ими же поэтому конечно я здесь согласна с амиром нет слов когда ты выезжаешь на природу это красота свежий воздух ну и новые впечатления да друзья конечно же здесь все устроено для туристов и экскурсии на лошади и также какие-то маленькие магазинчики кафешки потому что здесь открываются волшебные виды ну и люди конечно те кто живут здесь зарабатывают на этом потому что получается что раньше это были просто деревеньки здесь дохода никакого не может быть кроме как либо же фермерство либо же сейчас туризм но молодцы ребята в принципе развиваются очень хорошо если мы сами по себе сюда приедем мы не знаем по какому пути ехать куда что что посмотреть а если приехать именно с экскурсоводом либо живот а брать такие типы экскурсии на такси то тогда вас могут отвезти куда нужно покажет вам самые самые волшебные места и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы обратно вернулись в Шимлю. Посмотрите, там тихо и здесь шумно и много людей. Как обычно, обратно в цивилизацию пришли, как говорится. И это старая часть в Шимле. Здесь много старых местных магазинчиков. И много людей здесь гуляют и купят, что они нужны. Здесь продаются как товары для туристов, так и для местных. То есть это такой местный рынок, местная рыночная улица. Так что здесь можно встретить всех. И иностранцев, кстати, сегодня видели и всех подряд. Ну вот и мы тоже одни из тех туристов, которые гуляют сейчас по местным улочкам. Но сейчас уже опять солнце садится. Так холодно становится, друзья. Нос замерзает. Надо было шапку и варежки взять с собой. Да, сегодня ветер очень холодно. Да, сегодня прям очень прохладно. Да. Ого, сколько народу людей. Посмотри, сколько народу впереди. Посмотри. Да, конечно, много народа. Да. Ну, что сказать. Люди приезжают, конечно, сюда, гуляют и наслаждаются природой в течение дня. А к вечеру все приходят на эти улочки, потому что именно здесь можно вкусно поесть, отдохнуть, выпить. Ну, в общем, просто насладиться жизнью. Да. Что мы вместе с Амиром делаем сейчас. Наслаждаемся жизнью. Да. Здесь готовят местную еду какую-то. Что готовят? Ротти, праты? Нет. Как это? Ачоли кульча. В общем, кульча это, мы уже знаем, вот такие вот лепешки мягкие. Ачоли это горох. И туда добавляют масалу. Ну вот, можно и так даже перекусить. А здесь что готовят? Лапшу. Посмотрите, как вкусно выглядит. Ну, мы пока что не знаем, где будем есть, потому что сегодня только позавтракали, обеда как такового не было. Обратите внимание, все улочки очень чистые. И, кстати, хотела вам сказать, что Шимла является, ну, можно сказать, негласной столицей яблок. Отсюда привозят яблоки к нам в Дели постоянно. Но, единственное, сейчас не сезон. Когда мы приезжали в предыдущий раз, мы закупались отсюда яблоками, целыми коробками яблок. И они очень сладкие, вкусные, ароматные. Никаких химикатов там нет. Ну, а сейчас, конечно, не яблочный сезон. Сейчас не яблочный сезон, поэтому мы... Ну, вообще, не сезон фруктов здесь, поэтому мы ничего из фруктов не купили. Да, ну, вот здесь местный рынок, можно все, что угодно купить. И традиционную местную одежду, и индийские, сальвары. О, маленькая собачка хорошая. Ну, ее постригли, наверное. Не знаю, так охота собаку, но времени нет. На себя-то времени не хватает иногда, а на собак так и подавно. Кстати, хотела обратить ваше внимание, что в Шимле определенный дизайн вот такой вот. И у них шарфы можно купить в таком дизайне. Верхнюю одежду типа свитера тоже вот с таким дизайном. 450-350. Но это, конечно, не натуральная шерсть, но все же, как сувенирчик, если хотите, можно чуть-чуть подороже заплатить и купить из Шимлы. У меня, кстати, есть, смотрите наше предыдущее видео. И такая тибетейка у меня тоже есть. Покупали. Да, и здесь тоже, видите, повторяющийся товар тоже 450 рупий. 450 рупий – это приблизительно 450 рублей. Либо же где-то, сколько долларов? Где-то 5 долларов, да? Она вот показывает, вот так выглядит она. В этот раз мы не будем покупать, потому что у меня уже есть такая традиционная сувенирная одежда. И тибетейка, и шарф тоже. Но у меня шерстяной, а не такой. Потому что… Но у меня шарф шерстяной, я себе тогда шерстяной покупала. А, ну вот, у меня типы этого есть. С таким дизайном. Только у меня цвет серый, а это более коричневый. Да, у меня точно такая же накидка. А это вот в традиционном стиле, посмотрите. Ну, это как длинная курта, шарф. Тоже теплый. Это как раз-таки на сейчас, на холодное время года. Все же иногда нужно выбираться из дома и ездить в какие-то новые места, путешествовать. Либо же посещать те, которые вы уже посещали ранее. Потому что это в любом случае новый опыт, новые впечатления. Ну и, конечно же, меняется настроение очень сильно, когда ты выезжаешь куда-то. Обязательно это надо. Уйти от комфортного дома. И искать, и получить новый опыт, когда было новое хорошее место. Ну, конечно, новые эмоции каждый раз. Эмоции, да. Даже если вот мы уже здесь были пару лет тому назад, но приехав сюда снова, ты получаешь эти новые эмоции, которые каждый раз яркие, как краски. Да. Здесь можно присесть и отдохнуть, если вы устали от долгих прогулок. Ты уже устал? Я сейчас нет. Еще не устал? Один день я нормально сейчас гулять. Первый день это трудно, а сейчас нормально. Нормально гулять, да? Да. И сейчас мы снова попали на эту торговую улочку, откуда доносятся вкусные ароматы чего-то из тандура приготовленного, пожаренного. Такое чувство, будто нам уже пора есть. Да, конечно, уже голода немного. Ну, ничего, прогуляемся, посмотрим, что здесь еще есть. Конечно же, может быть, что-то перекусим. Посмотрите, конечно, такое количество людей, которые сейчас приезжают сюда, нужно чем-то накормить, прокормить. Поэтому и открываются многочисленные лавки, магазинчики, киоски с едой. Здесь можно купить быструю еду, то есть различные картофельные, вегетарианские пирожки, типа пирожков из слоеного теста, мамосы, суп, так как сейчас холодно. Здесь по соседству все что угодно. Чай, кофе, лоси. Но это в основном молочный угол. Горячий чай. Здесь тоже какое-то кафе, все приготовленное на гриле. Даже есть различные чоли, батура. Ну да, это, получается, нужно подниматься на второй этаж. Везде еду продают. Даже здесь есть магазины с алкогольным товаром. Вино, пиво, другие крепкие напитки. Так что здесь все доступно. Приехали, провели пару дней, насладились своим уикендом и уехали обратно домой. Почему бы нет? Здесь снова есть смотровая площадка. Как же все-таки красиво. Виды открываются неописуемо. И с этой стороны можно увидеть полностью одну сторону Шимлы. Если из нашей гостиницы можно посмотреть противоположную сторону, когда мы видим только холмы, то здесь мы можем просто обозреть всю Шимлу. Посмотрите, какая красота. Самое главное, обратите внимание на архитектуру, как построены дома. Стена одного дома, это является продолжением, началом другого дома. Необычно. А это одна из самых известных и, могу сказать, самых старых гостиниц в Шимле. Она называется Willow Banks. То есть она находится здесь еще со времен британцев. Очень популярна. Мы сначала думали здесь остановиться. Но единственное, у них и внутри тоже дизайн остался таким же, как и много-много лет назад. То есть не современно. Снаружи она выглядит отлично. То есть архитектура этой гостиницы привлекает. Но интерьер нам не особо понравился. Поэтому мы выбрали не эту гостиницу, а в той, в которой вот мы сейчас живем. Здесь есть ресторанчики и внутри, и можно снаружи посидеть. Мы, наверное, выберем снаружи. Конечно, атмосфера здесь очень приятная. Посмотрите, даже машина стоит. А почему машина-то штата Юпи, Утр-Продэш? Они получили это старая машина. Да. Посмотрите, как красиво выглядит. Называется Hotel Willow Bank. Ну, сейчас посмотрим, определимся. Сегодня мы будем ужинать 100% здесь. Потому что здесь атмосферно, вкусно готовят. Ну, и хочется провести сегодняшний вечер с прекрасными видами и с вкусной едой. Здесь у них живая кухня. Можно посмотреть, что они готовят, как готовят. Ну, за стеклом. А здесь, когда готова еда, звонят в колокол, чтобы знали то, что можно забрать и уже сервировать, подавать клиентам. Посмотрите, какая красота. Музыка играет приятная. Да, конечно, здесь атмосфера. Такая праздника, атмосфера отдыха. Что еще нужно для счастья? Согласны со мной, друзья? Здесь есть и первый этаж. И можно пойти на второй этаж. Сейчас посмотрим, если на втором этаже будут места, то можно и на второй сесть. Когда мы приезжали три года тому назад, то мы выбрали первый этаж, потому что здесь были небольшие камины и можно было погреться. А сейчас я не вижу никаких каминов. Видимо, будет холодно. Солнце уже заходит за гору. Красиво. Друзья, мы посмотрели это место наверху в Венезу. И здесь мы думали, что это лучше, потому что здесь свет и хит тоже, и место красивое здесь. Здесь очень холодно, поэтому мы решили давай заказать суп. И мы заказали это hot and sour. Ведж суп. Это богатерианский суп. Получается, что этот суп из овощей с кисло-сладким соусом и, конечно же, с перчиком чили. Да. И мы заказали еще одно блюдо. Это курочка, куриная грудка, приготовленная на гриле и политая соусом. Здесь дополнительно дали соус. Также немножечко картофельного пюре и овощи на гриле. Супер выглядит, конечно. Начну пробовать курочку сначала. И, конечно же, в соус. Я думаю, что это соус. Ммм. Необычный сладковатый вкус. Здесь абсолютно никаких специй. Я думаю, что здесь будет, может быть, чили, либо еще какой-то перец. Абсолютно ничего. Супер вкусно. Мы также заказали еще одно блюдо. Это называется панчаби чикентика масала. Либо же курица в стиле панчаби, приготовленная на углях в тандуре. И потом добавили к ней подливку. Здесь какой-то салатик положили. Конечно же, комплиментом идет дальмакани и лепешка. Выглядит все супер аппетитно. И сейчас давай попробуем это вкусное блюдо, которое Ирина сказала. И это лача прата называется. Лача – это многослойная такая лепешка. Да, это много слоев, да? Да. И давай это куриная. Курочка, да, со специями, еще что-то там. Тандура, из тандура, да? Угу. Да. Приглядит аппетитно. И давай есть как английский человек есть. По-индийски не хочешь? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так что вкусно, друзья? Очень аппетитно и очень вкусно, друзья. А у нас еще осталась подливка, которая называется дальмакани. она приготовленная из чечевицы и с добавлением фасоли. Попробуешь? Давай я попробую немного. А сверху сливки и масло, да, сливочное? Да, масло очень. Очень гремий и очень хороший вкус, как масло здесь. Да, мне нравится, друзья. Ладно, мы продолжим сейчас нашу трапезу. И вы тоже можете что-нибудь перекусить тем временем. Приятного аппетита. У нас новый день, друзья. И это значит, нам надо поехать обратно в Дели. Наши пару дней пролетели так быстро, так незаметно. Очень жаль. И, честно говоря, не хочется ехать так быстро обратно домой. Ну, что поделать? Если мы уезжаем сейчас, это означает, что мы можем снова вернуться еще раз и отдохнуть. Да, друзья. Ну, конечно, друзья, наши путешествуют очень хорошо в этот раз. Мы отдохнули. Мы посмотрели хорошие виды. Место очень красивое. И сейчас нам чувствует очень энергия. Ну, ладно, друзья. В общем, увидимся с вами уже в новых видео из Дели. Если вам понравилось это видео, не забывайте. Ставьте лайки. Также подписывайтесь на наш канал. Если вы не нажали на колокольчик, обязательно сделайте это, потому что таким образом вы будете получать уведомления о наших новых видео. Ну что же, нам нужно ехать. Мы будем в пути еще где-то 9 часов, чтобы добраться до нашего дома. Поэтому не коротенькое такое путешествие. Много часов провели в дороге. И сейчас такое же время обратно. Но ничего, это поездка точно стоило времени, проведенного в пути. Да, друзья, и увидимся на нашем следующем видео. И всем с любовью. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока.